продолжаю изучать материал по вашим видео очень с вами созвучно ваши труды вдохновляют окрыляют особенно в такое время когда хочется тепла и солнца буду внимание это серьезный письмо буду пытаться растить абрикосы за ним под вас расскажите что вы имели ввиду когда на видео показывали крупные абрикосы сказали что без маньчжурского такой взяты не получить правильно поняла что искусство перфа и на амулсе и самура цена джурса номер один байкок для плоды больше 75 грамм не добиться их надо прививать например мальчжурским и решение самара 30 ну дальше так другая тема планирую заказать привитые саженцы прошли семьи но не поняла пересылает саженцы пока не дозвез по их когда дозвонитесь на татьяну александрова 8 913 444 3178 она скажет извините на осень вот такие дела питомник очень маленький очень а вот это вот фотография мне пришла пока если у меня памяти подвела это мой серафим и в два раза крупнее серафима назовем классического теперь возвращаемся к этому вопросу значит да существует уже готовая отработанная технология я не против прививать допустим абрикосы на сливы дать он научил еще на вишни пожалуйста но именно маньчжурский абрикос как подводит дает максимальный результат чем он заключается процент и что это дает я не мог понять почему они крупнее и нашел две причины первая из них почти объективно это научных садах занимались бесконечным скрещиванием бесконечным бесконечным и получить наверное все как бы сказать можно получить помните цифры называются не расписи один из двух с половиной тысяч до за это можно стремиться даже премию получить чуть ли не государства но это с одной стороны а другой стороны основной мастер абрикосы хитренивы кидах вы думаете хоть один брали это сам опускали бульдозер а некачественные хотели получить 100 граммовая получили 70 грамм или 50 и бульдозер нет я сам знаю как они попадали к нам дачникам сказать мы сами понимаем это был бульдозер прихватизация самые годы и так получилось что называется но мелкий как можно вернуть вот тут вторая причина я называю прививки родственные связи да конечно во первых траги три причины вторая я заметил любой переезд более теплые края увеличить размер плодов просто механически увеличивает а уж теплицу еще учетверяет вот так было вспоминаем мои старые лекции так вторая причина а третье он побывал переехав на подвое очень морозостойкий теряет страх замерзнуть и тогда к нему возвращаются эти качества такой как он и должен быть изначально еще раз говорю наверняка ребрик меня слышит главный редактор этого журнала и вот он меня слышит и может сказать да концентрич было дело напечатал я твою статью напечатал я твой постулат номер такой-то на планете изначально были культурные растения можете потом поговорить про панспермию это вы можете может про это самое божественное происхождение может еще еще более так сказать приземленное ну проходили мы потерять не хочу вот я скажу когда птицы и звери едят все чем слаще тем лучше а значит занимаются селекцией но какой-то момент попал ученые руки все это помолить по маленькой начало уменьшаться как сказать нет не деградировать приспосабливаться под новое обстоятельство во-первых переезжали с юга на север на север никогда этого добра не было я выбрал не самый шикарный пример средники зато меня прекрасно поймет макаров понимаете вот и без манджурского такого ретанта не получить да но я мне же покажу как не исключение справил а то что то что я сказал становится уже практика становится уже нормальным уже когда удивляться ничего не надо и прививки на манджурис может добиться результата выйти 100 тысяч грамм и прививки не привиты вы можете получить шикарные результаты почти таки же то есть оба пути годятся но если опять ученые сады мы с вами получили уже вот эти плоды вот не сомневайтесь ребят не сомневайтесь они опять станут речи граммов почему методику никто не отменял вот и все пока это золотые запасы знаете если это 16 год это просто фотография мог найти постройку 20-й этаж 18-й а папа другу подвернулась именно вот это вот это есть чудеса вот они жарляли вот сыновья манджурса посадил на них привил потом вот эти самые роскошные вон какие круглые кости и так далее это просто показываю все это я вам разослал результаты покажи ниже теперь продолжается письмо вы бы на какие 2-3 сорта привитые посоветуйте обратить внимание в первую очередь чтобы радовались сладкими сочными плодами напомню дача у меня 200 катера от новгорода по направлению к Москве зима нестабильная еще хочу спросить если у вас самиц или косточки волочные вишни с генами черешни еще хочу спросить если косточки волочные вишни а это повторилось ладно итак у меня есть косточки которые взяты с войлочных вишен на которых в свое время жили персики последний еще жив персик на волочные вишни и я брал косточки волочные вишни да они чуть-чуть вкуснее но утверждать я не такой этот самодельный чтобы утверждать что генная персика там уже внедрились вот я просто пишу вишня волочная для будущих как по двое для будущих для персиков потом у меня есть проблема одна что персик привить вот так я ответил ну что там гены персика одно поколение извините я на этом и остановился мне не хватило и времени не сил одно поколение попробовал персик как персик такой же как на абрикосе такой же как на сливе вот но так как на этом дереве росли еще и то есть там получается и персик плодоносил волочные вишни вот плоды волочные вишни чуть послаще но это второй вопрос а первый вопрос вот так звучит какие два три сорта ну давайте смотреть железо у меня в начале крупных плодов просто не было работа ночи в саду вы поняли почему не было работа ночи в саду теперь так результаты есть или нет допустим гарантию давать боюсь ну наконец вот я могу вам прислать кусочки 100 граммовые практически 100 граммовые вот и какие именно мне пишут чаще феноменальных результатах это уже мы ниже будем проходить какие вам предложить вы сказали два три сорта ну я думал амур самая старая мэй серафим бай и манджоци это самая старая почему все таки знаете как это не новодел они в наших краях по 40-50 лет вот устоявшиеся можно садикончик что-то получить тем более что прошло несколько поколений и я вам ниже покажу можно считать что волшебство состоялось теперь это настоящие вегетативные гибриды причем все укрупненные даже манджоци